Сегодня очень многие люди скептически к этому относятся. Ну, понятно, знаете, принесли бы животворящий крест Господень, вот тут было бы понятно. Но принесли бы икону чудотворную, да, вот это тоже было бы понятно. Или мощи святых, тоже было бы понятно. А что такое дары, волхвов? С какой стати вдруг они могут обладать каким-то особым божественным даром? Ну, знаете, конечно, могут обладать. Почему? Да потому что эти дары, они были обласканы ручками спасителя младенца. Эти дары были и в руках Пресвятой Богородицы. И, конечно, по вере нашей мы убеждены, Господь будет нам подавать все необходимое. Для города Минска, города, в котором большинство жителей, это люди, которые считаются православными христианами, прибытие дарев волхвов – это такое очень важное историческое событие, очень важное культурное, главное, духовное событие. Это долгожданное событие. Мы внимательно следили пребывание даров в Санкт-Петербурге, в Москве, и с терпением ждали их прибытия в нашу столицу Республики Беларусь. И приняли, я считаю, все необходимые меры для того, чтобы каждый житель нашего города, а кто пожелает жителям нашей страны, смог прибыть, смог прикоснуться. И для этого мы создали необходимые условия, считая и условия безопасности, и условия ожидания, и условия пребывания. Поэтому для нас это великая миссия, великий почет, великая честь. Выражаем уверенность в том, что Господь пошлет нашему городу свое благословение и свою благодать, для того, чтобы жители нашего города могли продолжать также мирно трудиться, во славу Господу, во славу своего города, во славу своей страны. Как и для всякого человека, выросшего из детства, это первый подарок рождественский. И ты хочешь всегда принести своим любимым подарки. Когда мы маленькие, мы верим, что их приносит Дед Мороз или Святитель Николай. Когда мы станем постарше, мы сами покупаем своим детям подарки, в том случае, если они хорошо себя ведут. И, конечно, мне хотелось порадовать, особенно женщин, которые не могут попасть на Афон, и подарить им возможность соприкоснуться с первыми подарками рождественскими, которые когда-либо были в истории. Когда мы подъезжали к Дому милосердия, при минус 10 на улицах люди стояли на коленях в сугробах. Такого бы не было еще нигде. Переполняет эмоции, на самом деле. Очень сложно говорить об этом. Но душой и сердцем чувствую, что это истина. Слава Богу за все. Всегда удивительно приятно наблюдать людей, которые простояли много часа в очередь, на холоде, под снегом, под дождем. И которые с светящимися глазами приходят и прикладываются к этой святыне. Я пытался как-то сформулировать, почему же так удивительно хорошо стоять возле даров и видеть эти радостные лица. Мне показалось, что примерно 60 человек в минуту проходят мимо даров, прикладываются к ним. И у меня было ощущение, что 60 человек каждую минуту объясняются своей любви к Богу. Продолжение следует...